друзья мои всем привет приветствую на канале сегодня небольшой обзорчик по моим растюшка цветет декабрист уже две недели но некоторые цветочки уже вот подведают некоторые еще только распускаются вот ну много завязи я больше не вижу а вот второй декабрист он только набирает свет вот она по одной по 2 я после приезда их подкормила но думаю что еще можно подкормить потому что лето они были все без подкормки так что думал потихоньку потихоньку посмотрим как будет свести дальше собственно недаром он зовется декабрист декабрь сегодня 7 декабря он цветет уже зацвел в конце ноября это моя сеткриазия но не фиолетовая ее разновидность она вот такая сверху темно-темно зеленая но если посмотреть с обратной стороны такой есть фиолетовый оттенок как она цветет я не знаю я еще ни разу не видела ни у дочки не у себя поэтому вот она вот так разрослась из одного вот такого черенка прошел год вот и сразу вам покажу сеткриазию фиолетовую это фиолетовая она цветет постоянно но сейчас нет я ее можно сказать что все по обломала как приехала вот видите вот она дает боковый побег это я вот все вот так вот обломала и она стала расти видите выпускает выпускает и тянется к свету она в таком у меня сидит горшке который балконы и здесь герань и гераль тоже обстриженная я где-то стригла ее 8 ноября ну вот она выпускает новые цветочки но не сильно не сильно потому что вот подросли они все цвести не цветут ну потому что зима и света мало у меня дополнительного света нет вот здесь укореняется у меня пока нет результата вроде вот что-то намеки какие то есть просто водичку поставила не стала в землю сажать это декабрист вот но здесь же у меня растет кактус мамилярия я в прошлом году увидела наконец-то как он растет здесь он меня что-то заболел причем сильно сильно и был заросший горшок я все это выбросила осталась одна единственная ветка и вот за лето она вот дает вот такие вот маленькие побежки а вот это вот я вот вставила почему-то она наклонилась у меня в эту сторону и приросла тоже кактус мамилярия здесь у меня сидят алоэ вера вот здесь три стебелечка молодых сажала вот этот уже все наклонился надо пересаживать в отдельную емкость размножается очень быстро вот здесь кстати деток нет но я вам еще сейчас покажу где деток видимо невидимо не знаю уже куда их дева уже геранька стоит после обрезки делала обрезку вот видите обрезка и вот выпускает молоденькие зелененькие вот вот вторая геранька ну конечно горшки сильно большие но я обрезала поставила на укоренение и буду подсаживать весной сюда и это будет опять у меня стоять на улице во дворе скорее всего это у меня одна из них розовая а другая красная пока ни цветов ничего нет сегодня у меня такой пасмурный день прям темно на улице дождик моросил передают снег и вот моя охоечка карноза смотрите есть сухие листья но не потому что она как сказать пересохла а потому что она сбрасывает лишние видимо листья которые вот от нехватки света просто от нехватки света вот здесь два растения одно растение вот здесь в горшке стоит вот здесь я их уже друзья не пересаживала более 10 лет единственное что я делала там вот один сплошной как говорится комок корней я подсыпаю только периодически туда землю и поливая все добавляю удобрения вот так она заплела мне весь мой потолок вот уже плетется по шторе я уже так подвязываю подвязываю вот такой вот но еще хоя карноза она цветет на молодых побегах но теперь наверное это будет только весной наверное в мае вот как она цвела в этом году я не знаю потому что в мае я уехала и было немножко только завязи что я пропустила момент цветения а вот так вот она сбрасывает листья вот видите раз и он легко отломился мало света ну дополнительной подсветки нет конечно меня спасают витражные окна но не совсем и вот я хотела вам показать алоэ вот вот этот вот куст а здесь он уже сколько выпустил дополнительных деток тоже надо уже браться опять все пересаживать все рассаживать просто вот растет бузует 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 такой вот прям вот крепкий 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 но хочу уже начать использовать именно вот этот сок алоэ для подкорм для подкормки растений буду настаивать и использовать как удобрение но потому что уже очень-очень много так вот здесь у меня адениум которым уже лет пять или шесть это знаете не из семян а привитые растения я уже его покупала как бы таким подрощенным ну конечно он стал мощный единственное что вот эти корни видите я их вывела на улицу ну как я сажала на железную такую банку они стали вот такие мощные делала обрезку обрезку делала весной вот ну вот это вот вот это скорее всего было вот я обрезала маленькая ветка была единственное что она вымахала вот вымахала и не знают цела она не цвела я честно сказать тоже опять же не видела пока стоит вот так там лежит вот так же просто лежит без корней кактус мамилярия и вы не поверите весной сейчас у нас зима а весной были цветы я была вообще в шоке вот два кактусенка здесь когда-то было три но один пропал вот этот вот прям так сильно растет и набирает толщину вот а тут развивается медленно он конечно подрос но но не сильно также у меня здесь зимуют герани герани обрезанные видите только выпускают вот это вот я например не обрезала оставила она короткая была думаю не стала маленькая была вот вот эти вот она выпускает и которые были и вот выпустила еще дополнительно здесь же тоже растет и ситкриазия фиолетовая в общем шурум-бурум здесь в одном горшке растет молочай трехграммный вот смотрите друзья сейчас я вам покажу вот вот здесь вот посадила вот такими черенками сразу три он выпустил дополнительные ветки и вот это вот называется что сейчас он цветет вот эти листики это воспринимаем как листики а вообще это считается что у него цветы но хочу сказать что уже пора делать обрезку так знаете как вот чтобы он дал боковые побеги сейчас немножко у нас цветет вот так вот потом они засыхают эти цветочки некоторые думают что он не пропадает но нет и потом сделаю обрезку вот еще один вот наклонился конкретно вот видите вот такая палка вот она была обрезана много боковых но слишком она длинная надо было наверное раньше немножко подстригать ну теперь уже что есть в этом прикольном горшке черепашки у меня растет молодила молодила уже здесь сидит в доме хотя это и уличное растение в доме она сидит у меня уже целый год ну сказать что сильно разрастается нет единственное что видите вот нижняя часть как бы отсвела она чуть чуть вытянулась стала вверх над горшком расти но не заплела у меня может быть что-то не нравится денежные деревья вообще полудохлые честно сказать полудохлые без слез не вглянешь я все свои большие денежные деревья продала и осталась у меня вот такая вот мелочь пузатая которая особо не радость это не приносит что-то она не развивается есть которые неплохо развиваются я вам еще покажу но это вот стоит и не развивается здесь тоже также обрезанная герань зимует пока без цветов вот она обрезанную выпускает и немножко видите сразу тянется к свету вот это кстати южная сторона ну вот так вот здесь еще покажу вам хлорофитом вот на этом месте растет можно в середине сказать что в середине комнаты он уже растет тоже лет семь восемь и я его не переставляю я его не переставляю куда-то ближе или дальше вот растет и растет и растет но вот от теплых полов конечно кончики немножко сохнут сохнут ну вот так сейчас его отпаиваю подкармливаю после приезда у них был шестимесячный перерыв чик в подкормках надо идеального состояния еще далеко очень даже ли в принципе но неплохо но не то чтобы я хотел здесь на восточном окне у меня зимует алоэ вера вот это вот смотрите какой же здоровый здоровый толстый хороший здесь кстати три черенка и уже к я смотрю горшок клонится надо бы рассаживать рассаживать и он уже вот видно вот видно уже выпускает там начал выпускать деточки но все начинается как говорится утром в деревне куда я буду их девать надо пересаживать опять горшки надо землю все такое вот здесь на лестнице на западную сторону около больших окон зимуют у меня две сансеверии вот это вот такая скажем так пестрое тигровая сансеверия самые самые из как сказать устойчивые самые неприхотливые растения а вот этот сорт я не знаю здесь более мелкий лист но более такие густые кусты и когда он мне достался он был в половину короче и в половину меньше здесь вот видите вот он выпускает молоденькую но вот уже надо бы полить суховато сейчас зимой боюсь залить поливаю по чуть-чуть потому что отток ног на большие и тянет холодом если сильно заливать может могут просто загнить корни летом они у меня выходят во двор я их на солнце не ставлю но такую скажем в притяненное место конечно они развиваются лучше на солнышке вот это вообще уже вот такой большенький прям хорошенький здесь у меня такой небольшой зимний сад в доме это у меня зимует цепирус или папирус как по-другому ведь это уже взрослое растение вот он макушки отсыхают вот у него есть семена их можно и семенами и укореняешь и легко он укореняется очень легко все лето вот второй этот помоложе все лето он стоит у меня вообще в прудике в воде и я его и зимой поливаю довольно таки сильно видите еще даже здесь влажненько я прям вот бывает воды наливаю до краев или сюда подливаю вниз он любит попить он растет в воде прям прекрасно но и здесь также стоят и сид криво сид креозе в основном фиолетовых вот она цвела розовеньким только недавно видите к солнцу тянется но фиолетовая потому что солнца хватает если солнца мало она будет зеленеть вот так вот висят у меня хлорофитум и вот такой вот стеной вот вот они уже тоже набирают цвет немножко но такие цветочки незрачные очень старые эти уже растения им уже по несколько лет тоже по идее надо пересаживать и здесь такого в бетонном горшке это уличный цветок на зиму его заношу конечно растет ситкриазия я ее проредила очень сильно проредила но по идее надо вот так обломать по идее пока оставила видите уже листья вот так вот отсыхает и она вот такая на конце висит некрасивая некрасивая но чем они мне нравится знаете в любой момент можно наломать ее она довольно таки хрупкая вот ведь была была сломана специально обрезана типах вот 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 я обломала вот она начинает выпускать и она будет такая но надо следить вовремя обрезать вот здесь вот помоложе и хлорофитом вот здесь вот тоже короче я поставила вот на этот остров и свесила как говорится эти цветы вот чтоб они до пола не касались и чтоб сильно высоко не были потому что наверху такой совсем сухой воздух а вот тут на окне у меня стоит целая плантация алоэ лобайчик мой и вот смотрите вот большое маточное растение вот огромное маточное растение уже она заваливается опертое на стенку и все все в детках все в детках вот еще алоэ тоже здесь просто я не знаю куда уже это алоэ у меня вот очень много вот здесь потолще конечно денежное дерево и видите я его прям сильно обкромсала но ничего она выпускает обычно зимой она выпускает не по два стволика по одному поэтому обрезать лучше конечно весной когда достаточно солнца меня зимуют герани разных видов вот у меня всего их сортов пять много у меня их нету вот вот этот колеус он рос на улице он занесли сейчас он конечно болеет болеет после того как вот из земли его достаешь и сажаешь ну вот уже стал немножко отходить уже проявился цвет а то вот был вот такой как обожженный такой весь больной вот видите вот начинает только отходить он отрастать потихоньку отходить в общем болел после пересадки из земли и не из горшка а как бы из земли вот но здесь зимой герани довольно таки зеленая подкармливаю вот еще денежное дерево вот растет тоже здесь кое-что по обломала обрезала выпускает стоит ну когда они у меня разовьются неизвестно чтобы красивое денежное дерево было надо знаете прошло чтоб несколько лет здесь также у меня висит ситкриазия вот так вот она цветет вот видите розовенькие цветочки вот ну что хочу сказать вот вот стекло к южной стороне она конечно хорошо но весной все это буду пересаживать весной уже все заросло надо менять землю и буду сажать молодняк молодняк это все уже можно сказать маточные старые растения здесь у меня растет молочай трюгранный который я постоянно обрезаю уже обрезала несколько раз смотрите какой он довольно таки густой если вы не обрезать он будет тянуться палкой 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 вверх и все надо вот делать обрезку вот видите обрезка была весной была обрезка вот он вот он выпускает везде как бы начинает гуще 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 вот была здесь первая там допустим обрезка вот там 2 вот он становится густой и здесь же я стоят у меня череночки опять же алоэ сверху но здесь большой горшок и вот покажу вам укорененная веточка я не знаю как этот кактус называется вот он отломился я почти в сухую землю посадила месяц сидел в сухой земле но сейчас я так поняла что он уже прижился вот друзья еще один такой кактус укорененный чуть побольше ветка и сейчас покажу вам маточное растение вот это вот маточное растение вот я вам показала маленькая да и вот это чуть побольше одна ветка просто вот так стала клониться влево там или вправо я уже не помню я ее отломила еще большую ветку дала сфати и посадил и сейчас он ребят настолько большой и колючий вот он стал активно очень расти последние годы это вообще прямо на вырастает за год на сантиметров 30-40 последние годы так вырастал 5-10 и он такой колючий я хотела весной пересадить его но не смогла я не смогла его поднять он очень тяжелый надо новый горшок вот он просто сейчас облокоченные на на стену на подоконник и как этот кактус называется я не знаю этому кактусу но у меня он только лет 15 или 16 очень давно что идем дальше вот колеус наконец-то стал отходить смотрите какой красивый красивый а был вот ну вот вот такой вот бледный бледный вот с этой стороны он бледный может быть надо вот так чуть-чуть его развернуть что здесь тоже солнышко бы получила вот тоже с улицы занесли на улице он рос и сейчас вот так чуть-чуть и сейчас вот здесь он зимует и немножко отходит отходит болел после пересадки также здесь зимуют герани этот вам я кактус показала это мне досталось достался мой же фикус бенджамина вот одна ветка пропала я дарила его знакомым но потом они стали переезжать и мне как бы его вернули вот а у меня фактически уже их нет здесь вот растет вот такая драценка это тоже те же знакомых которые оставили мне ее вот здесь у меня растут сансеверии господи забыла как зовут сансеверии вот это желтая каемочкой вот дали мне вот такую вот одну веточку и вот она начинает постепенно размножаться вот и мне вот эту вот далее вот она ну теперь она дает деток это еще одни мои вот здесь опять же стоит молочай трюгранный вот видите это называется что он уже отцвел и можно его будет немножечко укоротить вот так наверное укоротить здесь укоротить чтобы он дал боковые побеги а то вот смотрите друзья вот он был укороченный и вот он уже как вытянулся это вытянулся он за лето его надо обрезать чтобы он дал молодые побеги заново здесь растут также хлорофитум и вот детка от этого от этой дра цены растет ну и мало чай и и растет стендапсус я его обстрелом буквально месяц назад он у меня уже был на полу и все вот здесь вот это было вот просто заматана длинными этими плетьми и я обрезала все думаю хватит слишком длинный вот он любит конечно попить здесь вам на этой горке довольно таки себя неплохо чувствую еще вот такое вот огромный огромные алоя весь он в детках его надо пересаживать опять вот эти детки ну вот он вот столько деток он дал за два года я его пересаживала где-то около двух лет назад полтора может быть вот за полтора года он столько деток дал так фикус бенджамина но если честно это уже не мой фикус но пока он у меня я его подстригла пересадила в горшок чуть чуть побольше помыла душем по ухаживала за ним вот видите сделала обрезку вот я сделала вот обрезку укоротил от он уже выбился за лето и сейчас он такой зелененький я вот там вижу начинают наклевываться листочки новые листочки так что он стоит развивается но и мой гигант мой гигант молочай трехгранной высота у него три метра высота потолков у меня три метра я его стригла два года назад убиралась сильно с боков и опять вот смотрите макушка распадается уже опять надо стричь опять надо стричь я уже даже вы знаете если честно его поворачивать не могу попыталась я его продать но даже не представляю как его вывести но так скорее всего он у меня будет расти пока не пропадет сам все вот эти детки молочая трехгранная это все его дети его дети это уже такой старичок 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 уже смотрите какие стволы дубовые дубовые вот а вот это друзья сальвия этой сальвии третий год с ней была такая история она в прошлом году зацвела у меня очень поздно и я что сделала думаю ой занесу пересажу ее в горшок ну пусть там месяц у меня подцветет все вы не поверите она цвела всю зиму я ее обрезала пару раз весной высадила опять я в клумбу она все лето цвела в клумбе и сейчас я ее пересадила в горшок надо вот сделать обрезку цветы отсвели они вот уже засыхают да вот но само растение живое я не знаю может быть она еще и третий год будет посмотрим посмотрим как она будет пока конечно вот в таком состоянии надо подстричь я его не стригла пока она цвело здесь я вам сейчас покажу хою это моя вторая хоя вернее их две здесь вот слева одна и вот здесь вот стоит в горшке справа планировалось что здесь будет типа арки сделано но уже получилось фитостена фитостена этой хое тоже уже больше десяти лет тоже я ее не пересаживала она видите она уже тут и на диване лежит надо еще подсаживать и подсаживать и подсаживать вот так друзья выглядят мои растюшечки пока я вам снимала видео уже стало темнеть свет пришлось включить и кстати что хочу сказать вот это хоя за все время она ни разу не цвела потому что она стоит уже вдалеке от окна и так как ей мало света она разрастается но не цветет а верного предыдущая хоя которую я вам показывала которая по сторе плетется то цветет ежегодно ежегодно а это нет вот и хотя они вот вот это хоя это как бы детка той хоя так вот выросла и тоже уже больше десяти лет и уже наверно двенадцать вот так а верхний там пятнадцать наверное лет так мои растения ну друзья все на этом все что сказать понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь вот так вот выглядит в этом году небольшой мой зимний сад у меня можно сказать что уже не осталось больше миров здесь у меня еще и сада стоит если мне один остался вот такой лимончик на нем видите висят плоды собирается цвести вот тоже вот даже он отцвел ну зависть не сделал вот сейчас вот новая опять свет набирает вот смотрите какие огромные сансеверии огромные просто огромные стоят но больших фикусов у меня практически не осталось не осталось я продала потому что я постоянно в разъездах но надо же ухаживать за ними и как говорится продала людям в добрые руки на этом все друзья понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь и до скорых встреч пока пока